МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В историю событий окунулась Светлана Урванцева. 2019 год наверняка запомнится всем повышением пенсионного возраста. И вряд ли мечи вспомнят это событие добром. Теперь женщины работают до 60 лет, мужчины до 65. Указ подписал президент. А в ноябре Владимир Путин приехал в Омск, чтобы встретиться с лидером Казахстана, Касым Жамар-Такаевым, на форуме межрегионального сотрудничества. Только в 2018 году торговый оборот между странами составил 18 миллиардов долларов. Это 13 годовых бюджетов Омской области. Через Казахстан пролегает маршрут зерна Сибири, а на рынок России выходит текстиль южного соседа. Ну а мечам визит, скорее всего, запомнился гигантскими пробками и многострадальным ремонтом фасадов. В несколько месяцев на домах красовались строительные леса. По плану гостевой маршрут должен был преобразиться к ноябрю. Но участники уехали, а ремонт остался. Неудивительно, говорят жители дома номер 89 на проспекте Маркса. Еще в сентябре у них ничего не было готово. Привезли строительный материал, лежит. Мне просто душа болит, что он уже сколько времени лежит, никем он не охраняется. Это вот запросто ночью подъедь кто-то на машине и увезить части. И не заметят ведь. А потом начнутся вопросы, что нет пиломатериала, еще чего-то не хватает, ремонт крыши невозможно делать. Сроки строители сорвали и заканчивали подорожавшие работы уже в мороз. А дом на Маркса завершили только на прошлой неделе. Весь 2019-й был годом перехода на новую мусорную реформу. Стартовала она 1 апреля. А в июне на прямую линию с президентом дозвонился о меч Роман Дмитриев. Житель улицы 7-я Кировская пожаловался на непомерный тариф на услугу. Свою жалобу главе государства собственник дома сопроводил кадром местной свалки. Мусорная реформа началась, но никаких продвижений в частном секторе, где мы проживаем, это район Старого Кировска, нет. Вот я держу, к примеру, квитанции в руках. Значит, за март месяц до мусорной реформы мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. То есть ситуация такая, нам привозили один раз в месяц 20-го числа на улицу Бак Большой, где все жители улицы сносили свой мусор, а за этот месяц накапливали у себя во дворах. Далее, после начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом. А в квитанции все по-другому. За апрель месяц нам пришел счет уже 133 рубля в месяц, значит увеличилась сумма. И вот буквально позавчера пришла квитанция уже 266 рублей. Нормативы на вывоз отходов пересмотрели, тариф снизили до 88 рублей. В гору твердых бытовых отходов превратилась и арена Омск. Куча мусора на месте популярного спортивного комплекса долго мозолили глаза мечей. Забыть о них можно будет только через два года, когда арене построят замену. А вот две станции омского метрополитена в этом году окончательно законсервировали, засыпали песко-соляной смесью. Одна из остановок должна была быть у библиотеки Пушкина, от которой рукой подойдет Эрмитажа Сибирь. Музей открылся осенью в историческом здании бывшего страхового общества Саламандра. Хрустальные люстры, каменные лестницы и четыре этажа искусства. Это третий выставочный комплекс Эрмитажа после Выборга и Казани. У нас есть места в Омске, говорят, маленький кусочек Петербурга, так это вот маленький кусочек Эрмитажа. С другой стороны, здорово, что он у нас есть. Потому что по масштабам музеев Омских это очень большое и грандиозное пространство. И здорово, что у нас теперь есть такое выставочное пространство. На открытие привезли доспехи и оружие. Экспозиции Санкт-Петербурга в Омском филиале Эрмитажу планируют принимать два раза в год. Светлана Урванцева, Антенна 7. Уходящий год запомнился различными событиями политической и социальной жизни нашего государства. Выясняем, чем запомнился Омичам 2019-й. В принципе, год был стабильный. Никаких особенных таких вот, ну, скажем, радостное было известие повышение пенсионного возраста. Вот, пожалуй, только это. А почему оно, по вашему мнению, радостное? Потому что пенсии я уже и так получаю. А так меня на пять лет дольше работать. На законных основаниях буду. Мусорные пенсионные реформы затронули всех абсолютно, наверное, и об этом очень много говорили в этом году. Запомнилась, как омичам, наверное, приезд все-таки президента в наш город. Это было на самом деле значимое событие, и облик немножко города поменялся. В плане спорта мне, конечно, обидно, что наши не поедут, конечно, на эту Олимпиаду. А очень, можно сказать, расстроен. Открыли вот этот мост на Крым, да? Очень красиво было. Я смотрела по телевизору, в новостях. Вот это, наверное, самое большое событие, что соединили два берега. На самом деле, немного беспокоит сфера интернет-услуг, которые не должны контролироваться в правительстве в принципе. Интернет – это сеть анонимная, сеть должна быть открыта, и никаких ограничений на ней не должно быть. А вот чего ожидать уже с 1 января 2020 года. Неработающих пенсионеров ждет индексация пенсии, и выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции. Одновременно в России отменят пособие по уходу за ребенком в 50 рублей и изменят так называемые критерии нуждаемости. За счет этого, как ожидается, больше семей сможет претендовать на получение более существенных выплат, но уже как малоимущие. Кроме того, в стране повысят акцизы на алкоголь и начнут эксперимент по внедрению новых требований к парковке коммерческого транспорта. Еще одно важное изменение, которое придется на начало года – в России начнется постепенный переход на электронные трудовые книжки. С начала года в России снизится беспошлиный порог для посылок из-за рубежа. Прежде всего, речь идет о заказах из интернет-магазинов. Если сейчас пошлиные облагаются посылки стоимостью в 500 евро и более, то с января эта отметка будет снижена до 200 евро. 2020 по китайскому календарю будет годом металлической крысы. Именно это животное открывает китайский зодиак, поэтому грядет время начинаний и обновлений. Астрологи называют наступающий год успешным. Причем, судя по гороскопу, по всем направлениям – новые возможности в карьере, любви, путешествиях. Год металлической крысы станет победным для всех жителей Земли. Этот год отлично подойдет для основания чего-то нового и развития уже существующего. Чего ожидать от крысы, как она себя ведет и кому благоволит? Евгений Нифанов и Юрий Дорошенко познакомились с символом 2020-го в эколого-биологическом центре. Приручить крыс – задача интересная. Этим грузунам семейства мышиных любопытно все. Однако они очень осторожны. Шестеро серых ручных крыс в этой обстановке впервые. Впервые и воспитанники эколого-биологического центра взяли их в руки. Эви говорит, что уже даже нашла общий язык с одной из особей. Крысы действительно и сами издают звуки, причем до девяти типов, смотря какое у них настроение. Она начала убегать изначально, потом я аккуратно взяла и положила на руку. Потом она тоже начала как-то убегать, а потом уже привыкла и все. Чтобы привыкнуть, нужно время. Спустя пять минут крысы уже вольготно перемещаются по столу, отзываются на ласку и демонстрируют любопытство. Они достаточно легкие, весом от 30 граммов и максимум до полкило. И вполне компактные, от 8 до 30 сантиметров. А вот их хвост равен длине тела, а то и больше. У Миланы дома хомяк, но эта типичная серая крыса ее заинтересовала больше. Уши у них классные. Они такие милые. Прозрачные, они очень тонкие. Уши. Ну как? Ну как, ну смотри. Вену через уфига. У них хвостик такой. А у Алены крыса уже живет дома. Такой подарок ей сделала подруга на день рождения. Крысу кормят специальным кормом. Иногда фруктами и овощами, печеньем, злаками. Большинство из этих грузунов всеядны и очень плодовиты. У серой крысы может быть от 2 до 22 крысят, но в среднем 8-9. Вот уж кому по плечу любые демографические задачи. И еще крыса домовитая и верная. Моя крыса, вот она иногда приходит ко мне вот так вот и ложится на ручки. Приходит и на плечо там сидит. Или рядом с моим рабочим столом ложится, и я ее поклаживаю, она засыпает. Но в экстремальных условиях, а не в такой вот клетке, крысы способны на настоящие чудеса. Заведующая зоопарком Евгения Кистенева считает крыс самыми предприимчивыми в животном мире. Ни одно животное такой экологической пластичностью среди млекопитающих, за исключением человека, наверное, не обладает. Что вы имеете в виду? Размножаться могут, вот классический пример, размножаться могут в условиях промышленных холодильников. Температура минус 18. Жрут все что угодно, начиная с оболочки для кабелей, мягкие металлы, грызут древесину, я уже не говорю об этом. То есть любой маломальский съедобный предмет употребляют по необходимости. Но и от человека крысы натерпелись немало, чего стоят только бесконечные опыты. Не зря же в Академгородке установлен памятник мыши, вяжущей ДНК. Но так ли уж хороша крыса в качестве подарка? Приволжская медиагруппа накануне Нового года сняла социальный ролик на эту тему. Дети говорят, не дарите животных на Новый год. Вот и в сообществе помощи крысам призывают к этому же. Очень многим кажется, что крыс – это такое маленькое компактное животное, как таракан в коробочке, посадил, когда захотел, вспомнил. И ничего особенного не надо. Добавок, их не держать по одному крыс – это негуманное отношение к этим животным. Это именно изначально из природы стайные животные. Соответственно, нужны определенные условия. Как минимум, там, клетка. Клетка не для хомяков, не для мышей, а это для очень крупной клетки. Они характеризуются как клетки для хорьков. То есть постоянно специализированные корма, купать наполнители, гамачки, средства по уходу. Так стоит ли дарить крыс и принимать их в подарок? Или же гуманнее наблюдать за ними и кормить их в зоопарке? «Хорошего года, крысы!» желают всем зрителям «Антенны 7» Евгений Нефанов и Юрий Дорошенко. Без просмотров любимых фильмов и сериалов в эти праздничные дни не обойтись. А тем, кто не хочет в новом году отставать от больших мировых премьер, советую сходить в кино. Юренька, расскажи, пожалуйста, почему ты решила помочь этому существу? В какой момент ты начала чувствовать к нему симпатию, привязанность? Я обязана отвечать? Не местный, что ли? Местный. Живу в Кушелево. Полный адрес. Сверхскопление Девы, местный круг Галактик, Млечный Путь, планета Земля, деревня Кушелева, средняя улица 14. Я работаю, у меня дом и огород. Они опять здесь. Падение инопланетного объекта разделило жизни на до и после. Обычная девушка из московского Чертанова вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природы растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом – найти в себе силы и остаться людьми. На больших экранах продолжение успешного фильма 2017 года от Федора Бондарчука. Кошки в год мышки. На ежегодный кошачий бал собираются кошки из племени избранных, из разных уголков земли. Все они разные – породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе. Чем же она так исключительно и за что ее можно считать избранной? Ай, начинается! Чего только не произошло с итоговой версией фильма с тех пор, как вышел первый трейлер. Актеры отвечали на жуткую критику. В кинотеатры в итоге попадает версия кошек с обновленными спецэффектами. И под занавес 2019-го стало известно, что студия Universal удалила кошек из списка претендентов на Оскар. Так ли все печально с мюзиклом? Предлагаю сделать выводы после просмотра. Рискнешь ли ты начать все заново? А новый день начался. В Новый год с новыми фильмами и советами от Дениса Ионоса. Антенна 7. Кто же не любит потанцевать в новогоднюю ночь? Латино, классика, хип-хоп, яркая палитра мировых танцевальных стилей в традиционном предновогоднем турнире на призы известного Омского танцевального клуба. Рядом с паркетом находился Владимир Стомин. Зажигательная музыка и кипучий ритм. Самая большая красочная группа композиций – латино. На паркете танцоры разных возрастов, уровня мастерства, но все влюблены в чарующее искусство движений. Душа темы – классика, танцы самбо, ча-ча-ча-румбо и новые, более современные направления – сальса бачата. Самый популярный выбор омичей – стиль зумба. Легкий, динамичный, жизнерадостный танец с элементами фитнеса. Простые энергичные движения быстро создавали хорошее настроение. Танцевать зумбу можно в стиле флэш-моба. Самую яркую композицию представила трио Надежда Тюканова, Юлия Романовская и Жанна Павлова. Они стилизовали зумбу под ковбойский танец. Зумба – это адреналин, экспрессия, тахикардия. Это то, что помогает нам жить, работать, отдыхать. Более модерновые варианты – джаз-фанк. Это направление спонтанно появилось лет 20 назад в США. А объединило сливки джаза, хип-хопа, латины, стриповой пластики, став сразу бум направлением. Омс – город, где прекрасно аккумулируются все передовые танцевальные стили. Сразу несколько композиций. Джаз-фанк – танец контраста. Исполнительницы немного увлеклись ритмами. Дерзости, манерности и красоты мгновенно добавила другая группа танцоров, блестяще синтезировавшая близкие по духу музыку и хореографию Майкла Джексона и переработанный испанский танец «Пасадобль». Шикарное исполнение, аплодисменты. В нашем номере мы хотели показать две разные культуры Америки и Испании и показать, как можно совместить их в одном прекрасном номере. Я в таком ярком, веселом, жизнерадостном. Креатив и экспрессивность в композициях еще одного суперпопулярного танцевального жанра – хип-хопа, мировой размах, вдохновение, фантазия, изобретательность, хип-хоп с элементами национальных танцев Ямайки, мощный и многогранный стрит-дэнс США и еще одна фишка турнира – плавное перетекание американского в европейское, более пластичный и выразительный хип-хоп Нидерландов и Германии. Для поддержания темпа на паркет вышел даже символ нового 2020 года «Мышиный король». Самую сильную композицию представила группа «Даквуф». Классно обыгравши интересную фишку – тягу эстрады Китая, Кореи и Японии к массовым хип-хоповым подтанцовкам. Получилось ярко и красиво. Хип-хоп – это танцевальное направление, устремленное в будущее. Хип-хоп – это искусство, в первую очередь. Оно сочетает в себе не только танец, но и спортивные элементы. В своем танце мы хотели все это показать. В новом году мы всем желаем быть целеустремленными, мобильными. Круговерть классики. Венский вальс, медленный фокстрот и особенно танго – очень популярны среди тех, кто молод душой. Число танцоров и композиций в старших возрастных категориях среди сеньоров и гранд-сеньоров стремительно растет. В этом сезоне есть очень приятный момент. Сразу две омские взрослые пары – Владимир и Татьяна Ворожищевы и Константин Николаев и Юлия Бранд – достойно выступили на крупном международном соревновании в Объединенных Арабских Эмиратах. Свои эмоции спортсмены выразили в европейском танце квик-степ с элементами восточной экзотики. После поездки Кураж появился, да. И мы хотели этим номером показать, наверное, свой взгляд на Эмираты, наш взгляд. И пожелать… Пожелать всем амбичам, всем, кто любит танцы, танцуйте. Новинка турнира – балетная программа. Серия душевных, оптимистичных композиций. Движение вперед от классики к шоу. Эволюция на паркете. А лучший номер – вариант французского танца «Канкан». «Канкан-танец, поднимающий настроение, заряжает позитивом. И мы всех вас поздравляем с Новым Годом!» Всем отличного настроения, энергичных, веселодвигательных новогодних праздников, удачи и крепкого сибирского здоровья. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, Антенна-7. Дзюдо, айкидо, а теперь и сумо. Скоростной, техничный и в то же время очень честный стиль известной японской борьбы. Повалил, победил, быстро нашел отклик у юных амичей. Более 70 спортсменов в возрасте 8-9 лет соревновались в открытом первенстве спортивной школы имени Героя России Олега Охременко. Рядом с ковром находился мой коллега Владимир Истомин. Мощный натиск в стойке, давление на соперника, бросок. Михаил Грузинский, борец из школы имени Олега Охременко, самый тяжелый сумоист турнира. Вес спортсмена 65 килограммов. Его одноклубник Арестан Нуралин худощав, выступал в категории до 28 кило. Но в схватках разница в весе быстро ушла на второй план. Оба спортсмена блестяще справились с главной задачей сумоиста – повалить или вытолкнуть соперника за пределы зоны борьбы. Выиграли все свои поединки. Арестан Нуралин победил красивыми амплитудными бросками. Мне нравится борьба с иму, потому что это очень интересный вид спорта. Здесь надо думать головой и делать приемы. Я сегодня сделал только свой коронный прием. Бросок через бедро. Михаил Грузинский взял верх в классическом стиле. Захват, выведение соперника из равновесия – толчок, перевод или бросок. Сумо мне нравится тем, что я подложу под этот вес. Ну и никогда не забываю про подсечки, пытаюсь все сделать. Или вытолкнуть за круг, или как-нибудь красиво бросить. Еще оба спортсмена поблагодарили своих тренеров – Наталью Казанцеву и Юрия Султанова. Сумо успешно развивается сразу в нескольких клубах и спортивных школах нашего региона. Чемпионка мира по сумо и самбо, главный судья соревнования Наталья Казанцева, тренирует уже несколько групп спортсменов. Я думаю, у детей в первую очередь, то, что схватки очень быстротечные, быстро заканчиваются. Им это очень нравится. То есть, ясно, быстро вышел, выиграл. Можно сказать, не устал. И, наверное, в первую очередь детям это нравится. Яркое соперничество в других поединках соревнованиях. Важный момент каждой схватки – стартовый ритуал. Борцы касались ковра кулаками, мгновенно устремлялись в атаку. Скорость, напор, быстрота действий и разнообразный арсенал приемов. Преимущество борцовской техники. Сумо можно наносить удары, но только тыльной стороной ладони. А приемов борьбы очень много. Толчки, броски с захватом руки, шеи, головы, подножки. Каждый сумоист стремился применить свою фишку. В споре девушек отличились спортсменки клуба имени Александра Пушницы. Елизавета Терентьева, Полина Меркулова, Варвара Сластен выиграли золотые медали соревнования. Я люблю сумо. Это очень интересно. Можно придумать броски и делать. Сегодня я бросала подхватом, бросила зацепом, ну и вытолкнула. Мне очень нравится сумо, потому что здесь можно делать много разных и интересных бросков. Сегодня я продергивала вниз и выталкивала за крюк. Битва в заключительной части соревнования. Калейдоскоп красивых побед. В командном состязании первое место заняли сумоисты школы имени Олега Ахрименко. Серебряные призеры – борцы спортивной школы номер 17. Бронзовая награда у сумоистов Марьяновского района. Лучший спортсмен команды Александр Махмудов завоевал специальный приз соревнования. Мне нравится сумо, потому что там можно быстро атаковать. И он подходит под мой характер. Впереди новые старты. Соревнований по сумо теперь станет больше. Следующее пройдет в феврале 2020 года. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7. С наступающим Новым Годом! Наверняка у некоторых прошлый выдался полным условностей, разочарований, недопониманий. Важно верить, Новый Год будет лучше. Верьте, желайте, загадывайте, и что-то обязательно сбудется. 2020 подарит нам на один счастливый день больше. Телерадиокомпания Антенна 7 поздравляет всех наших любимых телезрителей с наступающим Новым Годом! Мы с вами, а вы с нами. Уверен, такая наша дружба будет еще крепче и в Новом Году. Встретимся уже в 2020-м. «Шутки в сторону» – это серьезный поздравительный ролик. Хотя улыбайтесь, улыбайтесь чаще. Всем нам так не хватает искренних поводов для улыбок. Желаю, чтобы в Новом Году этих поводов было гораздо больше. Все мы должны быть счастливыми. Редактор субтитров А.Семкин 60-х, 80-х. «Ариэль», «Леся Песня», «Красные маки», «Карнавал», «Песниры» в ретро-шоу «Мы из СССР». 6 января. Тюз. Хороший подарок к Новому Году. Георгий Мартиросян, Марина Дюжева и Валентин Смирницкий в спектакле «И снова горько». 38 55 54. 8 января. Концертный зал. Любимая новогодняя история. Папаши или сирота Казанская. Анатолий Васильев, Александр Семчев и Андрей Леонов. До 7 января в дисконт-центре мебели «Континент» сказочные цены. Приходите, убедитесь, действительно сказочные цены на мебель. Стань звездой «Каскада». Совершая покупки с 1 декабря по 14 января, выкладывай фото в Инстаграм с хэштегом «Звезда Каскада» и выигрывай до 50 тысяч на шопинг в «Каскаде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова